Телеканал КРТ представляет Из 14 стран Мы говорим о Шри-Ланке Вы знаете этот остров Как жемчужину туризма И поставщика цейлонского чая Но сегодня рассмотрим его С другой стороны Что общего может быть у Шри-Ланки С Донбассом И нужно ли использовать Рецепты разрешения конфликта На Цейлоне для нас А зараз Кілька слив про громадянскую вейну На Шри-Ланте Громадянская вейна на Шри-Ланте Збройный конфликт между Центральным урядом Шри-Ланки И военнизованным рухом Тигри, Визволення и Мили-Лам Бойовые действия с перерывами Тривали с 1983 по 2009 рік И забрали близко 100 тысяч жителей Официйную владу представляли Сингали, а военнизованный рух Та Мили Сингали основное население Шри-Ланки Напередовне военных действий Сингали становили 72% населення острова Чи 12 млн людей Таміли 18% Чи 3 млн Та ще 63 млн Тамілів Мешкають у сусідній Індії У складі тигрів Таміли-Ламу Були допоміжні жіночі та дитячі загони Діяли розвідка та контррозвідка 17 травня 2009 року Тигри Таміли-Ламу Офіційно визнали поразку Сингальський буддийський лев Против Тамілівського тигра Приводи Шри-Ланки Культурне противостояние Культурна война Которая переходит І ще одне вивод Который я для себя сделал О том, що практично Ми проделали эти исследования Когда я работав В системі національної безпасності України В системі національної безпасності О том, що практично Вряд ли можна найти Таку гражданську війну На території земного шара Которе б рано или поздно Не подключились б внешні сили То есть, как бы, обязательным элементом Любой гражданской войны Является внешнее вмешательство І после того, как этот конфликт Начинає развиваться Остановити його Практично невозможно Без какого-то радикального То есть, либо полная победа Одної з сторон Либо просто какое-то силове Разведення сил И создання независимых государств Ну, так как вот Югославія Мы знаем, да Вот, в данном случае Сербського края Она була ликвидирована Абсолютно силовим способом Силовим способом Было подавлено Сепаратистське движение На Шри-Ланке Когда, опять же таки С внешним вмешательством Когда Войска Официально правительственные Войска Шри-Ланки При поддержке Полуторатысячного Контингентка Индийской армии Они нанесли решающее поражение Создав преимущество В живой силе и технике И, пожалуйста, 50 тысяч на 15 тысяч И они нанесли решительное поражение Практически ликвидировав Вот это вот Такое вот Сепаратистское движение Которое Имело уже территориальные Границы Теперь этих территориальных границ Нет Вряд ли они Восстановятся И теперь Это может быть Только рецидивами В виде отдельных Террористических актов Фактически Оно перешло В чисто террористические Действия Но они Те чисто террористические Действия Для целостности Государств Не являются Критически Опасными Они являются Нарушениями Прав человека Это преступление Да Но для целостности Государства Оно не имеет опасности Поэтому я думаю Что этот конфликт На данный момент Завершен И Будем надеяться Что он Будет завершен Навсегда Были ли Религиозные Отношения Причиной Одними Из причин Совершенно Несомненно Потому что Даже на территории Индии Где проживает Около 100 национальностей Фактически Полуостров Индостан Это целая Цивилизация Которая состоит Из большого Количества народов И очень многие Народы Там более 100 И вот Многие народы Имеют настолько Отличный Даже язык Что Вот даже Наш проводник Который Знал Официальные языки Индийские Вот он не мог Нам ничего перевести То есть Не зная английского языка Нельзя было общаться Естественно Тамилы Это Большей степени Индуисты А Сингалы Это Подавляющим Своё большинство Это буддисты А мы знаем Даже из сообщений Прессы О том Что в Индии Постоянно возникают Какие-то В том числе Кровавые Конфликты На религиозной почве Буддисты И с индуистами Вот мы знаем Штаты Жнана И Кашмир Где вот именно На религиозной почве Является Про кровоплолитный Про конфликт Который Является Там тоже Международное Участие Поэтому Ещё раз Хочу сделать Выводы С того Что я сказал Гражданские Войны Это высшее Проявление Тех Реально Существующих Конфликтов Межэтнических И социальных Которые На самом деле Есть практически В каждой стране К сожалению В Украине Тоже Роль Третьих Стран В конфликте Вот Неожиданное Перемирие Мы ещё К нему Вернёмся От Норвегии Норвегия В тот момент Не была Не есть Членом Евросоюза А Рядышком Индия Норвежцы Как вы считаете Кто вот Из них Был Заинтересован В такой Продолжительности Ведь это Небывалая Продолжительность Конфликта Современного Ну Если о Норвегии Вспомнили То норвежцы Финны Ну Очень деликатные Представители Северных народов У них уже Нет того Что было У викингов Когда навязать Свою волю Другим Пограбить А это Страны Образцовой Демократии И очень часто Просто из своих Сердечных Соображений И часто Из-за нейтрального Фактически Нейтрального Статуса В глобальном Западе Они могут Лучше Разобраться В особенностях Той или иной Страны И приходят Со своими Советами Так и Финны Приходили в Югославию Сейчас помогают Решить Конфликт В Новой Гвинеи Это Нормальная Позиция Культурных Европейцев Но очень Часто И в Европе И в других Странах Занимают Позицию Такую А что Мы с этого Можем Поиметь А вот Как раздуть Конфликт Это Была Традиционная Колониальная Политика Использовать Один этнос Против Другого И есть Свидетельство Того Что в свое Время Тамилов Использовали Против Сингалов Когда была Британская Колониальная Администрация Ну и потом Всегда Находятся Силы Необязательно Государственно Организованные Это могут Быть Диаспоры Которые Не любят Соседа Которые В той В стране Ну Материнской Стране Где они Они могут Жить себе Прекрасно В Канаде Много Тамилов Там есть И Подзоживать А еще И в Индии Тоже Особенно Когда Ухудшается Ситуация Своих Одноплеменников И они Массово Эмигрируют Через Вот эти Небольшие Острова В Индию То Ухудшается Положение Местных Общин Индийских И они Тоже Говорят Нужно Каким-то Образом Решать Вот я Был Во внешней Политике Со стороны Внешних Субъектов Государств Спецслужб Специальных Культурных Центров Общественных Организаций Может быть Первая Позиция Сердечная Нужно Помочь Тем Кто В беде Просто Это Богоугодное Дело И это Есть Такую Работу Ведут Второе Ну Почему бы Нам не Ослабить Оппонента Или Просто Возможного Конкурента В перспективе А Третье Что мы Часто Встречали Когда Подкладывали Такие Подливали Бензина В огонь Это Вообще Чтобы Каждая Из Ваших Сторон Как Можно Больше Уничтожало Другую Мы можем Вспомнить Как перед Второй Мировой Войне Говорили Пусть Они Воюют Между Собой Если Кто-то Будет Побеждать Будем Помогать Другому Позиции Бывают Разные И с точки Зрения Моральной И Духовной И с точки Зрения Большой Политики Глобальной Политики Или Конкретных Национальных Государств Наполнить Одно По Вашему Вопросу Если Можно Как Можно Определить Участие Какой-то Третьей Стороны Особенно Каких-то Очень Крупных Государств А очень По Материальным Свидетельствам Как Любой Следователь В любом Деле Определяет В данном Случае По Наличию Тех Средств Ведения Войны Которыми Обладают Стороны Вот Я Проехал Всю Шри-Ланку Из Запада На Восток И Вот Так Вот Значит И в центре Был И на Периферии Вот Нигде Я не Увидел Никакой Промышленности Которая Бы Могла Производить Танки Которая Могла Бы Производить Катера Которая Нам Перечислил То Вооружение С которым Использовалось Тиграми Освобождения Тамил и Лама И оказывается Это Современное Вооружение Танк Высокотехнологичное Очень высокотехнологичное Мы к концу программы Подойдем И расскажем Источники Откуда Это оружие Ракета Стингер Она не может быть Ни у какого другого Источника Потому что Ракета Стингер Это сугубо Американское оружие Которое Использовалось В различных Регионах Мира Как раз Противостояние Советскому оружию Я хотел бы еще Узнать У нашей Индийской гости Но если бы Индия Тогда не ввела Войска Это был Момент Когда В осаде Остался Последний Город Война Бы закончилась Тогда В 87 Году Наверное Нет Потому что Потому что Как Теперь Все знают Что Вот Эти ЛПТИ Вот Это Тигры Освобождение Там Ила И тоже Шри-Лангийские Правительства Они получили Оружие И тренировки Обе стороны Из Израиля Но Индия Еще Почему Вела Войска Потому что Не хотела Чтобы Какая-то Какой-то Встреча Держава Или Сторона Сюда Как-то Нашел Хотела Контролировать Вот Все Вход Войны Вход Переговоров Спасибо Спасибо Спасибо